всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами хоакин и сегодня мы ребят поиграем в демо версию будущего хоррора под названием лик есть и краткой игре то это психологический хоррор от первого лица к сожалению ребят мало что известно о сюжете этой игры но известно следующее нам с вами предстоит помочь главному герою избавиться от кошмаров или же оставить его в пучине ужаса и страдания таким образом от нас будет зависит какой будет конец этой истории но по крайней мере ребят так написано в описании ну что ж давайте начнем играть и посмотрим что же представляет собой этот хоррор ну что ж погнали бум что ребят происходит вообще непонятно да с неба упала книжка прямо некрономик он какой-то ладно а некоторые предметы которые будете находить можно обследовать в инвентаре так окей книга как ее посмотреть вот чтобы вращать так открыть можно еда легенды долины мегапом а можно а вот смотрите можно еще как-то тут увеличить нет неправильно прочитал легенды долины меганом хижина в лесу какой-то человек ритуал виселица но эти страницы в плохом состоянии как будто они сгнили или их пытались поджечь тут наверно чего мы не разберем уже вообще ничего не а вот шаман а может по мере прохождения эти страницы будут открываться а летние каникулы не ясно ребята конечно давайте до конца пролистаем посмотрим но все посмотрели так ладно закрывай книжку закрыть больше ничего тут вроде нету до книга посмотреть можно повертеть и повертеть можно тут ручка смотрите скорее всего на наш герой что-то записывать здесь будет или по мере прохождения будут открываться наверно новые странички ну и проявляться как как правильно да ладно давайте дальше идти фонарика нет то она в принципе и так видимость неплохая воронье кричит атмосфера так-то жутковатая да бегать мы можем но очень плохо бежит у нас еле-еле можно нет выйти за карту да можно но нам скорее всего нужно в домик на разойте я думаю я пока хочу посмотреть что здесь есть может лампу возьмем дополнительное освещение да смотри как я угадал лампу можно убрать нет нет она уже я разбил лампу черт мы какую-то страницу и как я понял добавили да давайте посмотрим нет нет вот добавили все таки страницу да смотрите-ка ребят любопытные селяне не могли оставить это без внимания и вскоре прознали что у незнакомца были дети и что одного из сыновей губит смертельная хворь ха ну это пока нам вообще ни о чем не говорит ладно не будем торопить события давайте зайдем дом жаль конечно лампу там наверно я даже не понял как я это сделал просто разбил и все и может быть она нам понадобилась бы еще когда у вас появится новая задача вы услышите характерный звук чтобы увидеть список актуальных задач нажмите там ясно попасть дом нужно еще на странице это все хорошо конечно и так неудобно смотреть каждую страницу хотя бы она не знаю сама открывалась показывала что открыли мы а так листать конечно да не совсем удобно тем более страниц очень много так как какая страница добавилась я замучаюсь так листать конечно а написано что ничего не добавил смотрите когда странно ключик от гаража так пепельница да там ничего нет может быть здесь что-то написано нет курение убивает спасибо спасибо за пояснение так ладно ключ от гаража значит нужно найти гараж где может быть гараж рядом с домиком вот там гараж ребят смотрите так вот мы открыли дверь так что это у нас какая-то игра карта так идем 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 находим фонарик дерево и озеро что в озере неизвестно да загадка от сына предмет добавлен так папа я придумал код я спрятал а по 2 цифры в каждом месте это наверно код от сарайчика этого скорее всего наверное ребят ну блин в игре не очень удобно управление так понятно две цифры он спрятал нужен код и по судя по всему по карте наверное мы и найдем эти цифры дерево озеро фонарик ясно пока не ясно так это у нас не гараж да это гараж и мы открыли его свет вырубили какая-то хрень творится вот фонарик мы нашли отлично но зачем ты выроняешь какая-то рука берет его давайте посмотрим вот черт удрал гад да тут вообще темно так ладно мы нашли какую-то страницу нужно посмотреть что там давайте посмотрим что-то ображается опять придется листать очень долго книжку так кстати можно вот так читать еще до мы можем и так прочитать раз деревенские дети заприметили свет в брошенном доме прямо напротив озера некая семья поселилась там никто не знал откуда они приехали и зачем едва ли показывались они на людях лишь изредка женщина лет двадцати пяти приходила а в деревню купить провизии муж не покидал порог дома в лесу стали видеть странные силуэты среди людей стали продить а разные слухи ну прям как сказка какая-то да так это то что мы нашли вроде бы до как раз страница это ладно 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 какой-то гад утащил фонарик теперь где его найти черт его знает ух ты смотрите какая тут площадка для баскетбола в таком домике да здорово здорово ну тут ничего нету и какой-то гад утащил меня фонарик в доме как попасть и не могу это фигово попасть дом открыть сарай вот у нас две задачи ну в дом на смысл не даже пытаться стучаться там мир и ключ нужен будет ключ наверно лежит сарая мне так кажется то есть дома никак не попадем а давайте в окно посмотрим там нифига не видно вон лампа стать есть можно лампу еще раз попробовать взять так смотрите там было озеро дать показано у нас на карте потом что еще было так нафига ты кидаешь ух ты какого хрена так ну мы движемся правильным направлением судя по всему лед скрипит под ногами лишь бы не упасть и но я думаю вот что это не знаю как свистички конечно да но вряд ли судички будут такое время года наверное как эта подсказка куда нам нужно идти нет у меня напрягает что лед хрустит под ногами я я я я я умер ну ладно ребят хорошо чтобы было сохранение да так нам нужно перейти на ту сторону наверно и как-то не упасть и почему лед скрипит нет здесь тоже можно упасть и короче надо думать как пробраться дальше ладно ребят еще раз и смотрите теперь нам подсвечивают маршрут как добраться видимо до какой-то точки или как перейти на другой берег давайте будем следовать вот этому указателю скажем так будем двигаться по этим точкам и куда-нибудь все равно дойдем вы смотрите лед уже не трещит под ногами мы не падаем все здорово это хорошо так что это 18 так 18 это скорее всего ребят как раз и цифра для того чтобы открыть тот замок который мы с вами видели в сарае видимо парень решил загадать от суд такую вот загадочку ладно вроде бы 18 до или 81 ну короче ладно разберемся две цифры знаем что мы или 18 или 81 теперь мы просто идем по этому же маршруту так а точно там я все сделан сейчас еще раз проверю нет нельзя же никак взаимодействовать вот смотрите мы встали да есть точно цифра 18 цифра 18 не 81 а вот так вот 81 да и какая же цифра ладно разберемся или 18 или 81 теперь главное дойти обратно и нигде не упасть и в прорубь а это мы с вами можем далеко это то зашел до по льду все нам и на месте так подняться можно по леснике да наверное или так можно просто поднимайся вот мне кажется себя пошел бы сразу через вышел бы скажем так на лед с берега то он возможно бы сразу бы провалился так ярко лампы светит но возьму пока с собой нужен еще один код а мы видели какое-то дерево там до было дерево было дерево было где он стать от рисунок то блин разбил так нет записках рисунок то у нас там на сарайчике нужно какое-то дерево дерево не очень такое как бы сказать хорошее кстати вон то дерево наверное большое это зловещее дерево судя по всему нужно идти к нему далековато конечно идти и у нас кто-то еще стащил фонарик какое-то существо да точно мы пришли с вами правильно прямо мировое дерево как называлась мировое дерево у скандинавов я вот забыл так ахаха он 4 5 5 4 офигеть так а на 4 на четырех планетах зародилась жизнь на каждый них было по 6 континентов история начинается самого зеленого и богатого места видимых видимым она осталась лишь на одной из планет даже не жучу написано расположен а вот же можно как увеличить на четырех планетах зародилась жизнь на каждой из них было по 6 континентов история начинается самого зеленого и богатого места видимым она осталась лишь на одной из планет но расположен континент в одной из в одной и той же части у всех все да давайте дальше почитаю шло время жизнь развивалась но ничто не вечно произошла катастрофа которая погубила многое лишь некоторым удалось сохранить хоть что-то помоги восстановить связь между континентами и будешь вознагражден блин какая-то загадка я даже не представляю как ее разгадывать но вот что тебе следует помнить а первая связь всегда ведет направо но если она проложена придется прокладывать другую самого начала стремись ближайший лишь по прямой идеи наиск сок нельзя а цифры укажут количество новых троп проложить подряд две дороги в одном направлении ты не в силе были на что за загадка такая мудрена как-то мне кажется ребят блин охренеть вот эта загадка я ческать пока замешательстве первая связь всегда ведет направо ну значит тогда нет блин подожди сбрось так это на как убрать то вот наверно так не понимаю ребят пока вообще эту головоломку первая связь всегда идет направо так 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 ага все вроде бы догадался как это все тут делать решать придумают же блин а не так 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 а а так 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 тут сложновато будет наверно нет блин надо все как-то их объединить а как ну всегда первая связь направо дальше так а а а можно вот так вот сделать сейчас ребят смотрите как мы сделаем так 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 и до четыре раза к можно да вот шесть короче это цифры надо просто цифры тут разгадать все цифры 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 цифра вот этот черт его знает что за цифра будет так это я пока оставлю я тут даже не предположу что нужно водить да блин чёрт тварь какого чёрта она меня сожрала я даже ничего не смог сделать блин мне даже не дали это угадать спокойно решить головоломку эту какого хрена вы мертвы ну спасибо ну ребят называется дали решить мне головоломку и сохранение есть хорошо 68 давайте сейчас тут разбираться так 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 вот пятерка да еще по 4 просто можно делать пятерка еще и следующий осталось а тут сколько можно сделать а какого хрена тогда если как я буду здесь водить пароль если тварь меня убивает блин ребята вообще не понимаю логику меня не дают загадку решить тут осталась последняя цифра 6 8 5 него здесь что-то еще вести нужно какую цифру можно из четырех сделать символов линий точнее раз-два-три нет а здесь может хочет здесь 5 вроде бы да у нас в линии может 3 нет 6 может 4 нет да ну и головоломочки тут у вас ребятки восьмерка точно не будет семерка нет так сейчас разберемся какой-то символ может быть но пятерку вот я бы еще сделал попробовал нифига да пятерка не идет шестерка сейчас не получится уже нет шестерок тоже не получается 0 блин не получилось сейчас заново 1 2 3 4 5 нет 0 тоже не получается может двойка не двойка пятерка пробовали двойку пробовать четверку пробовали же мы с вами тоже 0 тоже не подходит блин ну подожди ты раз два три 4 5 нет не подходит раз два три 4 5 нет так какая цифра еще может быть семерка 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 вряд ли шестерка нет восьмерка нет девятка девятка тогда не так будет подожди подожди неправильно сделал уже девятка если так 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 девятка так что ли да ты достал честно сказать я не понимаю какой нужен последний символ тут вести если тут подсказки и тут нифига подсказки нету пять раз пять линий до получается у нас по сути почитаем шестерок раз два три 4 5 5 линии и нам нужно какую-то цифру блин не то зеленая то что подсказка что отсюда начинать надо ли там заканчивать надо хрен его знает да двойка ребят было было двойка отлично спасибо что спас наши меры свою награду забери на большой и малой планете на большой и малой планете большая и малая смысле награду это цифра то есть который нам нужно наверное имеется ввиду награду да цифра 44 что ли или 65 65 значит был я не знаю наверно значит большие планеты какие у нас здесь ну вот да это планета больше чем это это меньше это еще меньше так ведь вроде когда на 65 вроде бы как 65 ладно пошли обратно ческать головоломочка такая да вот сейчас бы мне еще найти путь обратно домой потому что карты у меня как таковой нету а вон там что-то виднеется на не совсем пока понятная игра странновато но это демка еще ребят поэтому и тварь когда которая нас атакует убивает вроде бы визуально все приятно да так в принципе ну конечно мир маленько пустоват это чувствуется ну и тварь и вроде бы как бы ее пытались сделать страшной но я не скажу что на страшные вот следы кстати по которому наверное должны были идти но почему-то я их не увидел так ладно давайте что там был у нас восемьдесят один и шесть и четыре вроде на сейчас попробуем охренеть сколько цифр то ты издеваешься даже сесть планеты эти тут поставить цифры я нихрена не открою так в озере мы нашли цифру в дереве нашли цифру фонарик и столб офигенно лестницу цикла чтобы окно зарезти но вот подсказка кто-то тут видим походил и мы можем двигаться дальше я конечно ребят еще ческать не понимал какой там пароль водить надо очень как-то перемудренно сюда но давайте по следам сейчас пойдем и возможно лестницу мы найдем там к эта хрень появилась что вывода такое фонарик окей на 3 что 3 цифра 3 что-то больно много цифр каких-то разных цифра 3 так с помощью фонарика мы сейчас должны так смотрите фонарик мы взяли с вами взяли кто-то там кричит ребят мы взяли фонарик теперь нужно найти какой-то столб там вроде был изображен что-то там должно быть только какой столб дверь тут по-любому закрытая нам лестницу еще нужно идти а кстати насчет лестницы разумно может быть лестница как раз где-то на столбе или около столба поставлены и мы можем ее взять но после данный расчет смысла нет эти но я схожу принципе мы взяли фонарик идем по следам эти следы не ведут на есть дереву нет они черт знает куда ведут я иду по следам ну хоть такая подсказка это ладно так мне пришлось бы конечно тут мучиться искать все насчет пароли конечно вообще ребят пока в шоке растопи лед найди лопату я думал оплата нужно будет найти так книжку что-то мы добавили покажи нам что мы нашли вот так но недолго радовались люди все больше селян стало в ужасе сказывать о жутких силуэтах захвативших лес последней капли было похищение деревенского мальчика дети видели как страшное существо тащил его в лес но это существо которое видимо нас убило несколько раз уже бах нет это был дурная затея да растопить лед так как я растоплю лед чем костер сделаю чтобы взять лестницу эту закрытому естественно попасть дом открыть сара и найти встанет лестницу растопить лед как я растоплю этот лед сарая точно не поводу там такой блин шифр хрен его взломаешь здесь тоже зря бегаю хотя в сарае может быть что то есть да нужно для нас может быть нужно найти дерево положить их на сугробик этот а потом просто напросто кинуть лампу туда может быть такое может быть лампу же не зря появляются а где нам найти дерево там какой-то столб уже был изображен это бесполезно да ну и замок мы не откроем здесь ни в какую никак не откроем возвращаться назад там мы были гараже по следам ходили этим мы на площадке тут вряд ли что мы найдем уже смотрели домой попасть и мы не можем нужна лестница лестницу найдем скажем там разбей окно но пароль какой тут я нихрена ребят пароль точно смогут взломать слишком много цифр ладно там дерево что-то мы разгадали дальше вот этот столб какой-то блин найти нужно давайте поищем столбищу больше не пока вариантов никаких нету но это столб только один вроде бы такой здесь вот добавлена записка и тут ножик не надо взять его да давайте причем записка про лебедя что за записка про лебедя его форма это цифра это ищешь ты вторая часть его птенцы лишь обойдя вокруг три раза откроет тайну он своей семьи так его форма эта цифра цифра 2 что ищешь ты вторая часть его птенцы лишь обойдя вокруг три раза откроет тайну он своей семьи так обойти от три раза что мне обойти нужно лебедь это понятно цифра 2 обойдя два раза откроет тайну своей семьи черт я не понимаю вот лебедь цифра 2 три раза горит обойди но цифра 2 да я понимаю обойти три раза и что-то он там откроет не понимаю я схожу с ума цифра 2 ну что цифра 2 не даст даже если водить эти цифры которые там я получил на дереве здесь в какой последовательности они должны быть да странно все это очень странно непонятно короче ребят будем пробовать взламывать смотрите здесь у нас была цифра 18 ну или 81 здесь у нас было четыре цифры до 4 цифры было хотят нам сказали только две цифры взять четыре цифры мы возьмем которые там были потом фонарик цифра 3 и цифра здесь нас какая 2 всего получилось у нас 1 2 6 7 8 8 цифр сколько у нас здесь на замке 1 2 3 4 5 6 7 8 до 8 давайте будем водить итак первая цифра первая цифра у нас было 18 ну или 81 дальше 6 было дальше цифра 6 как на дереве 6 который мы угадали 8 2 дальше 5 цифра 3 на фонарике и цифра 2 но нифига не хочет нет что ему не нравится тогда давайте 81 цифру сделаем тоже нет нет не хочет вроде бы все мы да правильно набрали 18 там было дать у нас в озере 18 дальше ну там сказать что две цифры надо взять только 62 а тут 0 тогда может быть нет 6 и 2 допустим 6 и 5 3 2 нет что за загадки в принципе же мы все так-то узнали да как-то муторно все ребят что еще можно сделать носим сарай не откроем то мы дальше ты не попадем короче ребят смотрите нужно было всего лишь посмотреть в книгу в книге все показано все наши пароли которые мы с вами находили но блин почему-то я такой невнимательный я не посмотрел и смотрите все есть это на первой странице вот первые цифры которые мы нашли но судя по всему вот по этому изображению на сарайчике наши подсказки будет 1 цифра 81 потом как я и говорил цифра 6 и 5 большая маленькая планета и потом фонарик и там кстати ребят смотрите есть тоже какая-то цифра который походит не семерку сейчас мы это посмотрим с вами так ли это или нет ну да одна цифра у нас получилась тройка а вторая цифры семерка точно эта семерка до семерка вот значит получается мы вводим следующие цифры я почему-то думал что там 18 но на этой подсказке сказано что 81 дальше смотрите цифра следующую нас идет 653 изображение фонарика и цифра 7 дальше у нас был лебедь цифра 2 но вот у дерева конечно я блин сколько там не бродил но блин я все равно не знаю пароль почему-то но давайте еще раз посмотрим может быть сейчас что-то появится потому что я перезагрузил игру может какой-то бак в игре может быть что-то я невнимательно посмотрел но судя той записки которые мы находили кстати она удаст тут появилась потому что я перезагружал игру смотрите записка лебедя про лебедя так еще раз мы с вами почитаем тут написано следующее давай покажи мне да блин прочесть его форма эта цифра что ищешь ты а вторая часть его птенцы лишь обойдя вокруг три раза откроет тайну он своей семьи ну вот ребят смотрите я три раза должен обойти да мы знаем цифра 2 три раза обойди и он покажется нам свою семью три раза может быть что-то я не понимаю три раза я вокруг столба обошел ничего не произошло может быть цифра 7 это смотрите походит цифру 7 походит но так даже я смотрю но меня не понимаю может быть с ножиком что-то на ножике написано нет на записке тоже нет но походит на цифру 7 давайте цифру 7 попробуем хотя нет когда-то другой нет на цифру 7 должно походить это блин я не понимаю все таки ребят какая цифра может перевернутая пятерка нет 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 хотя почему бы нет или семерка все таки не знаю ребят может методом тыка попробуем но потому что кстати на журнальчике ничего не появилось может сейчас появилась подсказка то что мы там несколько раз посмотрели нет записки ничего не отображается значит я все-таки не разгадал эту загадку я не знаю давайте методом ты к 2 9 нет 7 нет 6 нет 5 цифра 5 тескать я так и не понял ребят я не понял я не понял давайте посмотрим я не понял как отгадать последнюю цифру спички а вот как раз спички нам нужны для того чтобы там разжечь костерчик наверно кряк коря и и после этого получится будет возможность взять лестницу что еще мы здесь видим лопаты я был проще взял лопатой откопал бы лестницу но нет серп нам не нужен добавленная страница в книгу давайте посмотрим так что то там закрылась вроде дверь может быть так еще раз страницу то я хочу посмотреть блин где-то страница она пропала так вот эту страницу тоже вроде читали давным-давно на одной трухлявой земле стояла деревня жизнь селян была немилой урожай был скуден да и веселье никого не случалось однако было душно у местных жителей прекрасное озеро с голубой водой и куда не ходили омываться мыться так это мы читали мечтали вот это почему-то я тоже не видел недолго радовались люди все больше селян стало в ужасе а сказывать о жутких силуэтах и так этому читали что живы местные жители обозлились обвинив во всем чужаков надежде на прощение отец мальчика признался в проведении колдовского ритуала 10 лени сына однако селяне были неумолимы и повесили его на глазах у семи на диана дереве висельников где вешали ведьм и колдунов вот это новая да у нас была записка то что мы знаем что мы знаем а знаем ребят мы следующие в этой деревне поселилась семья которая была нелюдима они избегали какой-то контакт с местными жителями и в этой семье был болен мальчик и по всей видимости отец пытался как-то его исцелить и возможно из-за его методов появились монстры которые и утащили какого-то местного ребенка что и последовало дальнейшим развитием сюжета а именно местные жители решили повесить того мальчика типа из-за него все беды вот ребят как-то так ну ладно давайте посмотрим что еще мы можем тут взять в принципе мы уже все с вами посмотрели тут ничего нету мы взяли спички так ведь давайте еще раз глянем спички но их там что-то трогать нельзя смотреть как-то по-другому так ладно надо сохраниться кстати ребята отлично сохранились теперь можно идти дальше черт а вот это было неожиданно так эта тварь нас не достанет же что прикажете делать сидеть теперь здесь но она ушла да непонятно что за тварь что и надо какие мотивы у нее вообще так здесь мы все исследовать что может быть надо вот эти доски взять нет там кстати в записке было что у нас растопить лед открыть сарай попасть дом так а почему-то у меня пропало задание насчет лестницы мир потому что я перезапускал игру вот установить лестницу насчет сарая разобрать записка это было просто так хотя в задании же не высвечивается лестницу мы знаем где можно идти у меня только спички и пила мы ее разобрали где можно применить а ребят там же какой-то замок еще был может быть надо замок просто отпилить точнее цепь так что такое оставали страница книгу вот эту страницу я не помню видел не видел давайте посмотрим так шли дни деревня зажила своей прежней скучной жизни пока однажды больного мальчика не увидели на озере абсолютно здоровым это было необъяснимое исцеление а его же повесили или это было перед этим перед тем как его повесили так мячик надо закинуть бингу что-то он стукнулся здесь или мне показалось может куда-то накинуть его но он катится постоянно в одно место на что-то мне указывает или это уже просто моя заморочка а куда этот мячик может пойди кинуть что им сломать разбить окно лампочку тут может разбить надо но туда просто-напросто не до брошу я только в кольцо могу попасть и нет ческать пока не понимаю нет нифига мячик есть но я не знаю что с ним делать пока замешательстве в кольцо окинул ничего не произошло ладно возможно это просто так хотя вряд ли в этой игре делся что-то просто так давайте сходим тогда попробуем все-таки там разжечь растопить ту кучу только у нас нету дерева может быть вот эти ветки нужно пилить нет 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 в любом случае нам нужно подойти в сарай кстати кто-то за нами опять идет походу эта тварь преследует муж катка музыка играет она появляется где-то рядом но пока я не вижу конечно ну все вроде бы отстала чего-то не хватает а может он применит предмет как-то нет вряд ли ребят смотрите что я нашел я нашел канистру ну логично же да нам нужна была канистра чтобы растопить лед надеюсь она уже полна бензина насчет деревяшек я не знаю деревяшки никакие не нашел попробуем просто полить бензин и поджечь как вариант надеюсь что все получится так тварь опять следует за нами мы просто-напросто будем бежать от нее так я в правильном направлении да вообще нет я иду к дереву не это неправильно еду а вон и тварь ну а сейчас все исчезнет уже ребята я уже как-то выучил ее вижу ход конечно сейчас на не исчезает пока я бегу она меня заметила и не хочет отставать может сейчас застряните не будет здесь если так пройду все пропало тварь окей выдвигаемся дальше надеюсь сейчас все получится местами игра конечно сложновато возможно что-то делаю я не так не понимаю сразу весь ход мысли мысли что нужно делать ну ладно так теперь-то все да наконец-то я бы лампу кинул и все все мы подожгли растопили забрали лестницу да забираем 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 так черт но наверное нужно бежать хотя нет тварь нас не тронула она просто испугала все лестница у нас есть идем домой теперь можем попасть туда но я думал что доски спера нужно идти но нет дима канистры нам хватило нам хватило и канистры с мячиком тоже непонятно что делать что где открылась так суда нам лестница у меня есть чем проблема нужно посмотреть так лестница у нас есть может нужно разложить ее а вот разложили мы и все понятно темно нужно было разложить ее всего лишь все теперь можно забраться домой в дом наверное если сейчас окно еще откроется нифига наверно а вот смотрите нам для чего нужна была эта пилка ножовка по металлу для того чтобы открыть окно а я думал что ты пилить надо будет видимо нет а что-то темно думаю да просто фонарик вырубить так давай попадай домой уже а хрен там не дают нам попасть и домой странная тварь конечно да спасибо что поиграли в демо версии игры мы показали лишь одну легенду из книги которая относится к игре а с основным сюжетом и другими дополнительным контентом вы сможете знакомиться в 2023 году когда выйдет полная версия игры а ну что ж ребят прошли мы с вами демо версию этого хоррора и давайте подведем итоги визуальная игра выглядит довольно привлекательно плюс здесь присутствует довольно интересный сюжет рассказывающий историю о семье столкнувшийся с оккультизмом местного населения но ребят и не обошлось без минусов а на мой взгляд в этом хорроре мало самого хоррора то есть по мере прохождения не испытываешь такого ужаса и напряженности но это ребят лишь мое мнение ну а как вам ребят игра пишите в комментах мне будет интересно почитать ну а с вами был хоакин подписывайтесь на мой игровой канал ставьте лайк будем и дальше смотреть проходить разные интересные игрушки всем пока и до новых встреч пока пока